Девушки отдыхают 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 Понимаете, Женя в отъезде Он первый раз ночует вдали от своей новой машины В общем, врубил сигнализацию на максимум Разок дотронешься, долбит всю ночь Вот это кайф Даша, я про сигнализацию А? Слушайте, мне правда очень неудобно, но Жене можно понять Это действительно шикарная машина Ой, водить ее, наверное, одно удовольствие Откуда я знаю? Он меня к ней близко не подпускает Лена, тебе еще повезло Тебе нельзя трогать то, что стоит у тебя в гараже А мне? То, что иногда стоит в спальне Мам! Ромка нашел сухарик под холодильником и не хочет делиться Но это уже слишком Дети, хоть это не в моих правилах, но я везу вас завтракать Есть! Так, слушайте сюда В кафе произойдет нечто странное Женщина принесет вам еду Не пугайтесь Эта женщина называется официантка Вы можете называть ее мамой Но не просите ее переехать к нам Я пробовал Бесполезно Какая дикость ссорится из-за еды Слава богу, Женя мужчина современный И сам для меня готовит Букин, а ты когда начнешь готовить для семьи? Мам, пожалуйста, нет! Помнишь макароны с тушенкой, которые папа приготовил в прошлом летом? А проблемы с канализацией помнишь? Ах! Эх, мама, я-то думал, что ты нас любишь Идем, отец Но я же не знал, что это были собачьи консервы Иногда он меня так бесит, что мне хочется его убить А мне иногда снится, что я его топлю, 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 топлю Но Гена не тонет Да я про Женю Слушай, Даша, когда Гена купил машину, он разрешал тебе на ней ездить? Да, когда у нее сломались тормоза И нужно было отогнать ее в сервис Даша, послушай, можешь дать мне вашу машину? Мне нужно съездить на рынок Эм, ну не знаю, наша машина и дороги-то такой не знает Слушай, а почему бы тебе не взять свою машину? Она в ремонте А, так ты можешь взять Женину машину Она не только его, она и твоя тоже Даша Не позволяй ему иметь что-то свое Потом локти начнешь кусать Мне понадобилось 16 лет Но теперь я с гордостью могу заявить У Гены Букина нет ничего Иди и возьми Женину машину Ну не знаю, мне придется передвинуть сиденья и зеркала Жених целую неделю регулировать Наплюй! Вот Гена все время злится, когда она ходит в своей яичнице пепел от моих сигарет И что теперь? Мне бросить курить? Ты права Я поеду на Жениной машине Правильно И знаешь, что я еще сделаю? Собью все настройки в его магнитоле Отлично Эгоист несчастный, это и моя машина тоже Твоя однозначно А знаешь, что я еще сделаю? Я дам задний ход, а потом сразу врублю третью скорость Или четвертую Я останавливаюсь Я останавливаюсь Опа Да, дети Вот это и была настоящая еда Еда А то красное, вкусное, жидкое Это называется борщ Борщ Мам, а ты не приготовишь нам завтра борщ? Конечно нет Дети, может быть вы сегодня уберетесь в своей комнате? Конечно нет Привет, соседка Ну как? Новая машина ездит, а? Ты ездила на Жениной машине? И во что ты врезалась? Гена, я понимаю Для тебя это будет ударом Но мир давно изменился Есть женщины-гонщики Женщины-пилоты Женщины-космонавты Во что ты врезалась? Женщина-космонавт Дерево Что мне теперь делать? Ну не знаю Не надо было брать Женину машину-то Женя меня убьет Я обзвонила все автосервисы в городе Ремонт займет как минимум неделю Бесполезно Я просто скажу Жене правду Он будет рад, что я не пострадала Обнимет меня и простит Все, я пошла Признаюсь ему, как только он приедет А вот еще одна история Ну правда смешная Я тогда только перешла в седьмой класс Иди домой Это он Спрячьте меня, я вам заплачу Выходит из такси и расплачивается Идет в подъезд Нет, 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 нет Он идет в гараж Там же машина А он ничего не увидит Я вывернула лампочку Лена! Жека, она здесь! А вот теперь он бежит к подъезду Наверное, к нам Лена! Ой, Женечка, прости меня, пожалуйста Прости, прости меня Ты передвинула мое сидение А, да, это я Прости меня, пожалуйста, прости Я так соскучилась Давай всегда ходить пешком Это очень полезно Нет уж, давай разберемся Ты поступил отвратительно Я целую неделю регулировал это сидение И столько же я регулировал зеркала И настраивал магнитолу Интересно, а сколько времени Ты будешь рихтовать Огромную вмятину со стороны пассажира? Ой, извините Окажется, испортил Лене сюрприз Тебе обязательно было ему говорить? А то Ой, да все будет нормально Это всего лишь мятина Да не о чем волноваться Моя машина, моя малышка Да, он успокоится Женя всегда приезжает из командировок Пылая страстью Я притворю, что мне тоже не терпится Он забудет о машине И мы не выйдем из спальни до понедельника Надо же А мы только раз в жизни с Геной Не выходили из спальни все выходные Ну, прятались от детей И забыли купить новогодние подарки Женя, зайка Я буду с тобой откровенно Я действительно ездила на твоей машине Пойдем в постель Ты прав Я пойду первая Я зажгу свечи Надену что-нибудь самое сексуальное И буду ждать, когда папочка меня накажет Лена, идем лучше в гараж Я так давно не видела хорошие вмятины С тех пор, как въехала на нашей машине в мусорный бак А, так это, то есть Света въехала в бак Света Моя машина Я не могу поверить Она трогала мою машину Я теперь даже не чувствую, что это моя машина Знакомое чувство Из-за Дашки у меня Та же фигня с моим телом Господи, что же я несу-то, а? Главное, что Лена цела А машина, это ж ерунда Машина, это не важно Нифига себе В смятку Просто в смятку Машина, это не важно Гена Вот видишь, интеллигентные люди Они даже не поссорились А мне Стоит что-то сделать И ты начинаешь орать на меня, как потерпевший А что, хлеб с плесенью закончился? Все в порядке Женя меня простил Он самый лучший мужчина на свете Ген Ну почему ты не такой, как Женя? И Женя стал импотентом Гена Ты вылитый, Женя? Лена, не парься Одна ночь ничего не значит Я вот помню, как в 99-м У Гены были точно такие же проблемы А в 2002-м они прошли Правда, Ген? Но, Женя, он же был Сексуальный гангстер Мы пытались с ним этой ночью шесть раз Шесть раз? Ген, ты слышал? Подумаешь Я тоже могу шесть раз облажаться за ночь Но, Женя, у него же раньше никогда не было осечек Разберемся по существу Когда вы пробовали первый раз Свет горел? Да Ну вот видишь Он тебя видел Если это Женя, не говорите, что знаете о его проблеме Здорово, старик Ну? Хм Как сегодня встал? Я надеюсь, мы не сильно тревожили вас прошлой ночью Женя, а что у тебя в кармане? Лучи от машины А что случилось? А, наверное, под впечатлением от тех шести раз за ночь Ну вы понимаете Да, ты просто жеребец Слушай, Женя, а может сходим на концерт Виагры? Говорят Так поднимает настроение Не могу поверить, Лена Ты им все рассказала Прости, Женечка Просто раньше ты был могучим бычком А теперь стал дряблым сморочком Так, все, хватит Я не хочу больше об этом разговаривать Это все временное Работа, стресс Злоупотребление Не хочу об этом думать Вообще, пойду в зал, покачаю штангу Покажу девчонкам то, что они никогда не получат Не получат, потому что я женат Не потому что не могу Я могу Еще как могу Ого-го-го-го, как могу Он не может Даже что мне сделать, чтобы Женя снова стал Богатливым самцом А я откуда знаю С кем бы мне посоветоваться? Ну хоть Ну хоть с кем-нибудь О господи, только не с ним Лена, он прошел через это Извини, Даша Не могла бы ты нас с Геной оставить наедине Я сейчас буду унижаться И не хочу свидетелей Я понимаю тебя, Лена Кстати, ты обратилась по адресу Хочешь побольше узнать о сморчках? Спроси одного из них Давай, Гена, валяй Делись опытом Ну, тис, Елена Чем доктор Букин может вам помочь? Я хочу знать, как возбудить мужчину Ну, я, конечно, не пластический хирург Но сделаю все зависящее от себя Итак Что тебя просил не делать, Евгений? Трогать его машину А что ты сделала? Тронула его машину Не слышала? Тронула его машину, и что? И что? Ты ослушалась мужчину А это означает, что ты не справилась со своими женскими обязанностями Вот смотри Женщины не понимают, что мужикам они не очень-то и нужны Если мне нужно поговорить Я разговариваю с мужиком Если мне нужно развлечься Я иду куда-нибудь с мужиками А если мне нужен секс Ящик пива И ничего не надо Ну, а бабы? Бабы нужны всего в двух местах На кухне На кухне Скажите, профессор А как давно вы перестали ходить на четвереньках? Всего хорошего, Елена Ну, извини, извини, извини Не слышу Прости меня Вот Своя проблема, Елена, в том, что ты недостаточно покорна Если вы, девушка, хотите сохранить брак То вам нужно уступать Так что давай Снимай свой деловой костюмчик Тряпку в зубы И становись женщиной Гена Может быть, на свете и есть более тупое существо, чем ты Но лично я в этом сомневаюсь Ты безобразный грязный дикарь Тебя надо в зообарке держать, в клетке Так ты последуешь моему совету? Да И спасибо за помощь и потраченное время Свинья Что? До свидания Так хорошо? Да Хотя это совсем не обязательно Ну что ты, мне само это нравится Просто мне неловко, что ты это делаешь Мне перестать? Да нет, что ты Отлично Что-то картошечка несоленая А где соль? А что, я разве ее не приносила? Надо же, шесть раз бегал на кухне, а про соль забыла Ну что ж Обойдусь без соли Да нет, мне не сложно, я сейчас принесу Сейчас Свинься Спасибо, дорогая Ты чудесная жена Спасибо, дорогой А что ты теперь хочешь делать? А хочешь поговорим? Конечно У меня сегодня на работе был очень интересный день А еще и пылесосила Да ты что? Да А что ты еще сегодня делала? Я взяла зубную щетку и оттерла все пятна с кафеля в ванной И мне это очень понравилось Своеобразная разминка после стирки твоих рубашек Холодно что-то Ты не могла бы переключить кондиционер на один градус? Конечно, милый, не волнуйся А если ты не согреешься, я привяжу тебя к батарее Что-что? Так хорошо? Отлично А что ты хочешь завтра на ужин? Ну не знаю Что-нибудь простенькое Фрикасе из кролика в винном соусе и торт Наполеон Будний день Мне просто придется встать пораньше Съездить на рынок до работы Потом в обед вернуться домой Разделать кролика Замариновать его в вине Испечь коржи И тогда я управлюсь к восьми часам Но я не хочу есть так поздно Тогда мне придется сегодня совсем не ложиться Тебе это правда не трудно? Ничуть Я обожаю готовить Любимая И убираться Любимая Я больше никогда не притронусь к твоей машине Любимая О, Женя О, Женя Представляешь, я сегодня она мне готовит фрикасе из кролика в винном соусе И торт Да, старик, я бы тоже хотел иметь жену Извините Женечка, я перепутала и вместо сухого вина купила полусладкое Ничего Ничего Хорошо, хорошо, я съезжу Только моя машина еще в автосервисе Можно я возьму? Хотя ладно Не думай об этом Я отойду пешком А ничего страшного Два километра туда Два километра обратно Ой, мне даже на пользу пойдет Отдыхайте Стоп А я сказал, что хочу взбитые сливки Хотя какая разница Сходит еще раз Знаешь, Ген, даже не знаю, как тебя благодарить Твоя идея с импотенцией подарила мне просто жену Которую я даже мечтать не мог Хотя, должен сказать, притворяться было трудновато Ну, это первое время А потом привыкаешь Кстати, спасибо за совет Мне очень помогло, когда я представил новодворскую в бикини Да, пожалуйста А фишку солью пробовал? Угу Кондиционер Ровно один градус Красавчик Как думаешь, долго смогу еще так продолжать? Ну, не знаю Пока машину не починишь Кстати, а ты когда собираешься везти ее в ремонт? Думаю, неделю через две Да хотя, черт с ним Может, через пару месяцев В конце концов, мятин уже не со стороны водителя Хочешь, я в глаза Привет, Даш Привет О, а че эту почту сегодня нам по ошибке бросили в ящик? Лена и Женя Ааа Ой, Ген Они такие хорошие журналы выписывают Смотри Модные интерьеры Ген Давай оставь его себе, а? Давай Ну, вот они удивятся, когда увидят его у нас в туалете Че тут еще? О, письмо от Жениного друга из Брянска Привет, Женя Прочитал твое письмо Я тебя хорошо понимаю Иногда мне тоже хочется убить своих соседей У них, как у твоих отморозков в Букиных Ха Есть тупая псина И она тоже гадит на мой половичок Подожди А что, барон ходит под дверь Степановым, да? Угу Красавчик Так Ну, а что еще пришло Степановым? Ха-ха-ха О, приглашение на новое телешоу Смешное название Я люблю тебя больше жизни Ха-ха-ха О, а тут и анкеты участников прилагаются Ха-ха-ха А, я знаю Это шоу молодоженов Слушай, Ген Давай оставим себе анкеты Заполним их, повеселимся Ха-ха-ха О, нифига себе Телефонный счет почти на шесть тысяч рублей Ха-ха-ха А знаешь, куда все звонки? Секс по телефону А вы идиоты, а? Генна, это наш счет Ам, моя одежда Она пахнет так, как будто ее постирали Не моя кофта Теперь стало понятно, какого она цвета Точно И следы травы отстирались Я же тебе объясняла, я просто упала Да Дети, поблагодарите маму Мы ведь всё время её ругаем То, что она не стирает, не гладит, не убирает Да чё там, вообще ничего не делает Но она нашла способ Как стирать наши вещи Вот ваша одежда Извините, что так долго, но сегодня с Гениными штанами пришлось повозиться Да ладно, отлично работает, тет Лен Даша, я понимаю, что у вас сломалась стиральная машина Но когда я предложила свою помощь Месяц назад Я надеялась, что Гена за это время её починит Я тоже надеялась А потом просто плюнул на это Я приготовил тебе ещё новую партию белья Надо же Вы выписываете журнал модной интерьеры Мы тоже Правда, он почему-то перестал приходить А у вас, наверное, подписка закончилась А вы подпишитесь заново Отличный журнал Лена, открой, пожалуйста, дверь Слушай, Лен, перед тем, как я уйду на работу Может, ты найдёшь немножечко времени и постираешь мою одежду тоже? Я, между прочим, тоже работаю Так, всё, хватит Я положу этому конец Когда я пришёл на работу в дедушкином френче Я думал, хуже уже быть не может Как выяснилось, я ошибался Нету Всё Забирайте свои окаменевшие шмотки обратно Жень, я даже не знаю, что ей сказать Слушай, а давай мы вам за порошок заплатим, а? Что? Так они что, даже за порошок не заплатили? Ну, мне как-то неудобно было спрашивать Всё, хватит Халява закончилась Знаете, у меня для вас есть отличная идея Забирайте свои вещи и несите их в прачечную Я в прачечную не пойду Тогда купите новую стиральную машинку О, да я зарплату получил аж три дня назад Так что я на мели А мы, может быть, смогли вам немного одолжить? Извините Ты что, обалдела? Нет, я без денег жить не могу Вот без них могу, а без денег не могу Ты знаешь, я хотел купить домашний кинотеатр К нам в спальню Женя, правда, это прелесть Да чёрт с ними, пошли А ваш банк может выдать нам кредит, а? Я их ненавижу Подумаешь? Бельё их попросили постирать Даша, а я вот не хотел говорить при них Но может, ты и правда сходишь в прачечную, а? Ген, не смеши меня Давай лучше придумаем, что делать Откуда я знаю? Вот одно я знаю точно Почту свою они обратно не получат Придумал! А давай сожжём их приглашение на телешоу Ха-ха! Знаешь, Ген, а там призы раздают Прекрасно! А они ничего не получат Ген! Ну это же призы, понимаешь? Призы! Стиральные машины! А зачем им ещё одна стиральная машина, а? Послушай, мыслитель Мы можем заполнить анкеты за Лену и Женю Написать наш адрес И мы на шоу! Точно! Мы же можем выиграть стиральную машину! Ух ты! А мне и в голову такое не приходило Да ладно, я всегда был умнее тебя Всем привет и добро пожаловать на наше популярнейшее шоу Я люблю тебя больше жизни Задавая этот вопрос, мы подразумеваем, насколько больше Ну а для тех, кто не знает в лицо суперзвёзд С вами Владимир Гришко Спасибо, я думаю, достаточно Но сейчас сюда выйдет то, что навязал мне продюсер нашего канала Встречайте, блистательная элита Да-да-да-да-да Именно её фотографии откровенные Вы можете увидеть в журнале Очень голая правда Ну а теперь я напоминаю суть нашей игры Мы приглашаем две пары молодожёнов И выясняем, насколько они могут долго мучить друг друга ради дешёвых призов Звучит заманчиво, да? Ещё бы Итак, если вы все готовы, то шоу начинается! Да, Владимир Итак, сегодня с нами играют Он ремонтирует телевизоры Она работает в справочной службе Екатерина и Пётр Максимовы! А их соперники, он банкир, она банкирша Встречайте вторую пару голубков Елена и Евгений Степановы Привет! Всем привет, дорог! Я люблю вас! Спасибо, Господи! А, Евгений, Евгений, оставьте нашего элиту в покое Мало ли где она шлялась Друзья Если есть какие-нибудь вопросы До начала состязаний А вы знаете Ксению Собчак? Раз вопросов нет, начнём игру Аэлита, проводи, пожалуйста, жён в зону испытаний любви Да, Владимир Веди уже А Евгений, а вы не хотите случайно поцеловать жену на прощание? Друзья Мы все видели, как вы любите своих милейших жён А теперь давайте посмотрим, насколько вам понравится наш первый маленький приз Аэлита, будь добра, наш первый маленький приз Какая-то крутилка для зимней рыбалки Это коловорот Прошу вас Друзья, а тот из вас, кто наплюёт на свою любовь и раскрутит жену быстрее, получит коловорот Женечка, только ты не забудь, у тебя уже есть один А можно я буду первый крутить, а? Всему своё время, Евгений, первый по жребию колесо крутит Пётр, Пётр, вы готовы? Давай крути! Это ради коловорота, любимый Ты его заслужил Нет, я не могу видеть свою жену в таком положении Ну что такое, вы же пришли играть, Пётр, Евгений Сможете побить четверть оборота? Сейчас посмотрим Ааа, Женечка, но мы же уже почти выиграли его Ты только не перестарайся, ладно? Буквально чуть-чуть На два Что, очень нужен коловорот? Да и чё там? Мы сюда повеселиться пришли? Ради нет, да? Ладно, давай мой коловорот Ну, похоже, Лена какое-то время ещё будет крутиться А так что можем прерваться на рекламную паузу Оставайтесь с нами Лена с нами точно останется Лену наконец-то сняли с колеса Запускайте её В другую сторону, Лена Ну, 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 вот свой счастье вы сейчас получите Аэлита, ты не могла бы проводить мужей за сцену? Да, Владимир Доведи уже. Владимир, а Женя не дает мне дотронуться до элиты. Ну и хорошо. Не придется уколы делать. А элита, продемонстрируй, пожалуйста, женам, за что им придется бороться. Вот эти прекрасные часики. Ой. Она бы и со шляпкой запуталась. Дамы, вам нравятся эти прекрасные часики? Да, симпатичные часики. Это самые шикарные часы в моей жизни. Я всю жизнь мечтала о таких. Прилежите его к колесу. К сожалению, колеса больше не будет. А элита, занавес, если можно. А я называю это тяжелый случай. А элита, введи в студию, пожалуйста, наших толстушечек. Суть в следующем. Сейчас ваши жены будут решать, сколько этих милых крошечек сможет на вас сесть. Мы пас. Володя, мы готовы. Напомните, та жена, которая первая крикнет «Хватит!», проигрывает часы». Но ведь Петю могут покалечить. Так для этого мы здесь и собрались. Так, ну мы что будем базарить или мужиком давить, а? Ну, на! Дарить, 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 дарить! А, счастливчик! Дамы, ваша очередь. Катерина, приступайте. Ну, они такие... Дарить, дарить, дарить! Какая зануда! Лена, Лена, хотите показать, как это нужно делать? Не то слово! Девчонки, налетай! Один центер, два центера, три центера! Я еще никогда так не веселилась! Девчонки, налетай! Дарить, 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 дарить! Что вы сейчас чувствуете? Я чувствую вкус своей селезенки во рту! Похоже, вы выиграли часы! Мама! Мама, я часы выиграла! Хотите пойти на рекорд? А почему бы и нет, а? Тогда встречайте, Ангелина! Итак, пришло время прощаться с Максимовыми. Максима, вы прощаете. Катя, мы проиграли. Это не важно. Но не могла же допустить, чтобы тебя пустили к этим пчелам-убийцам. А вы, кстати, прекрасно играли. Лихий Тостер никогда не помешает. Итак, прежде чем подвести итог, давайте посмотрим, пришел ли ваш муж в сознание, Айлита. Как самочувствие, Евгений? У меня язык распух от ксилиных укусов. Короче, что мы выиграли? Итак, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Коловорот для зимней рыбалки. Дамские часики. И, конечно, конечно, наградой за рекордное пребывание в пчелином улье стал отличный китайский Тост. Ну, а самое потрясающее, это главный приз недели. Стиральная машина! Женя, вы так рады! Итак, Лена, и так Лена, вы можете забрать все призы и уехать с ними вместе домой. А можете рискнуть всем и отправить вашего мужа в нашу пыточную камеру. И попытаться выиграть наш главный суперприз. Нет, 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 нет! Ааа, что это, что это, что это? Это новенький телевизор! Телевизор! Да дайте лучше ей рузьё, чтобы она меня сразу убила. Это было бы слишком легко. Запомните, если вы проигрываете, вы теряете всё. Если выигрываете, всё это достаётся вам. Как вы думаете, Лена, согласна? Хочу, 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 хочу. Даже и не знаю. Мы согласны. Боже мой, сколько в ней азарта. Женя, вы готовы? Да я не Женя! Я... Он готов! Ладно, не тяните. Видите, Жене нужен телевизор. Ах, вам двоим предстоит выстоять против пары, которая вместе 16 лет и которая, возможно, любит друг друга, ну, не так сильно, как вы с Леной. Итак, встречайте. Он жалкий продавец обуви. Она... Извините, не могу сказать это в эфире. В общем, Гена и Даша Бухины! Бухины, познакомьтесь со Степановыми. Мало того, воруйте нашу почту, так ещё и наши имена. А откуда вы узнали? Дети за еду сдали. Как ты могла? Лена, стиралка вот так нужна. Итак, вы пожелали друг другу удачи, мужчины, а теперь пройдите к нашим высоковольтным креслам. Итак, следующее испытание называется «Сила любви против силы тока». Здравствуй, смерть! Милый, а я не знала, что тебя будут бить током Это не важно, поджарь меня как следует, они не получат телевизор Увидимся в аду, Степанов Извини Дамы, приготовьтесь Кстати, когда будете жать кнопки, жмите их половнее Иначе вы их просто убьёте Та, которая выжмет больше сока из своего мужа и заберёт новенький телевизор Дети, не пытайтесь повторить этот трюк Готовы? Телевизор наш Только через гений труп Дамы, соблюдайте очередь Начинаем с Даши Лена? Меньше Напряжение 120, напряжение 150 Посмотрим, кто же из них выжмет первым 200 Я не могу Ты в постели как бревно 200, смотрите, как он дёргается Я больше не могу А вы? Нет Дорогой, потерпи ради телевизора Вот это телек Такой здоровый Гена Ну ладно, тебе хватит Не дуйся, заходи Дорогой, потерпи ради телевизора Круто Интересно, а сколько он так ещё сможет? Не знаю, но самое главное, дети, не подпускайте его к воде Так, кто идёт со мной отпраздновать выигрыш в кафе? Я! Я! Пошли Самая счастливая семейка страны Ладно, Света, сколько тебе нужно? Не знаю, сколько нужно, чтобы начать новую жизнь? Гораздо больше, чем в кошельке твоего отца На тебе 100 рублей Рома, я слышал, за девственников двойная такса Так что давай 200 Мам, если ты допустишь это сейчас, то в 65 он потребует 2 пенсии Ладно, дети, давайте не будем отбирать у отца последнее Рома, 100 рублей А мне 500 Эй, Даш, ты не видела мой бумажник? Не знаю, а как он выглядит? Ну, такой старый, сморщенный и пустой, как моя жизнь Я уверена, он где-то внизу Наверное, в кармане твоей куртки Рома, быстро положи в карман куртки О, привет, Даш Показываешь детям, чем ты занята целыми днями? Доброе утро, папочка Доброе утро, дорогой Конечно, конечно О, мой бумажник Господи, куда они только деваются? А почему ты меня об этом спрашиваешь? Гена, ты совершенно не умеешь обращаться с деньгами Отдай лучше их мне, я найду им достойное применение Ага, разбежалась Хочешь, чтобы обрать меня до нитки? Ща Так, я по крайней мере точно знаю, что у меня тут А тут у меня... А тут у меня пусто Гена, ну ты же знаешь, что я вышла за тебя замуж не ради денег Не знаю, зачем я это сделала, но точно не ради денег Видимо, это ваша семейная традиция Найти мужика, испортить ему жизнь, шагать дальше Доброе утро, Гена Все-таки жизнь прекрасная штука Жень, давай я отойду, чтобы ты получше разглядел мою жену Да, кстати, Даша, я знаю, что ты сегодня на ужин Собиралась приготовить какой-нибудь вкусный кукиш с маслом Ну, лучше оставь его в морозилке Потому что мы вечером с Женей идем в новый зал игровых автоматов Гена, ну это обидно Я специально не просила у тебя сегодня денег А ты решил все потратить на автоматы? Теперь понятно, куда деваются наши бабки Знаешь, Даш, можно подумать, что это автомат шарится у меня по ночам в кошельке Ген, ну если у тебя нет денег, так это не страшно Мы же с тобой друзья Я всегда могу пойти с кем-нибудь другим Спасибо, Жень Ну знаешь, на пару игр меня хватит Блин, да в конце концов у нас в торговом центре внизу есть фонтан, куда посетители кидают мелочь Могу понырять на обеде Ну что, тогда пойдем, я подброшу тебя на работу, а вечером заеду оттуда и рванем Да, Женя, и когда Гена все продует, постарайся увезти его до того, как он начнет ломать автоматы Ну или хотя бы до того, как его начнут бить за это Давай Ген, ну успокойся, ну с кем не бывает Со мной не бывает, со мной никогда такого не было Что мне делать? Как мне сказать об этом Даше? Ну знаешь, Ген, ну я думаю, что надо набраться храбрости и сказать ей прямо Даша, я выиграл 35 тысяч 350 рублей Я первый раз выиграл у автомата У меня в карманах полно бабла Ты знаешь, что будет, если об этом узнает Даша, а? Знакомься, Женя, это Даша Даша, у меня есть деньги Знаешь, Гена, а вот я знаю, что я сделаю со мной Со своей выигранной тысячей Я поделюсь ею с Леной Красавчик, Жень Знаешь, это по-мужски А лучше отдай ей все А то вдруг она тебя отшлепает Гена, мне не стыдно признаться, что мне доставляет удовольствие Делиться деньгами со своей женой, понял? Мне стыдно признаться, что это полное вранье Гена, я ужасно ее боюсь Я хочу получить удовольствие от моих денег Так я спрячу свои деньги Пока не придумаю, как их потратить И ты сделаешь то же самое А почему это я должен прятать? Почему это я должен прятать свои деньги? Потому что если Лена узнает о твоем выигрыше То она узнает и о моем И тогда обо всем узнает Даша Знаешь, Ген, то, о чем ты меня просишь Противоречит всем моим жизненным принципам Ты просишь меня врать жене Вводить ее в заблуждение Нет, я не могу пойти на это Меньше, чем за тысячу Ну ты и слезняк, Женя Да, слезняк, но с тысячей Я должен их куда-нибудь спрятать Куда она не сунется Сюда она точно сунется Грязная рубах Сюда она не залезет Двести рублей Ну, Ген и лох Что ты делаешь? Я? Ничего Я просто замерзла Можно я надену твою рубашку? Нет Но мне холодно Одей халат Я не могу спать в халате А если включить обогреватель Завоняют твои ноги Залезет собака Простутся дети Нет уж, лучше я надену твою рубашку Нет Мне не нравится Когда ты носишь мои рубашки И что, вообще нет другого способа согреться? Нет, только не это Гена, выбирай Или я, или твоя рубашка Дорогая Господи, три ночи подряд Ген, наверное, я как-то похорошела, да? Да Ты у меня самая-самая Ну, признайся Тебе же это нравится Ген, а почему ты придумываешь Странные предлоги? В первую ночь Когда мне стало холодно Ты не подпустил меня К рубашке На следующей К пледу А на третью ночь Я почти уже добралась До грелки Как ты схватил меня И повалил прямо на полу А что мне положить в глаз сегодня, мой тигр? Может быть, на твою бейсболку? Кстати, Ген Я тут заглянула в твой кошелек случайно И нечаянно Обнаружила, что там нет денег Ты что, не получал зарплату? Наверное, забыл забрать Не было времени Ладно, пока Увидимся вечером До вечера, милый Дети Семейный совет В чем дело, мам? Дети Я подозреваю, что у вашего отца Завелись деньги Он должен был забрать зарплату Три дня назад И до сих пор Этого не сделал Так что? У бабки появились бабки? Ну все понятно А вы заметили, что вчера вечером Он ни разу не проверял На месте ли его банка с мышьяком? Я видел, как он сегодня Блился И знаете, он ни разу Не поднес бритву К сонной артерии Серьезно? Значит, у него Намного больше денег Чем я думала Ладно, дети Перевернем эту квартиру Вверх дном Света Ты ищешь наверху Рома В гараже Я беру все это на себя Эээ Так не честно Я в прошлый раз Обыскивал гараж Когда он продал Дедушке в самогонный аппарат Не ной Нашедшему 10 процентов Остальное поделим поровну 20-20-60 О, начали! Здрасте Даша? А что случилось с Геной? Я как раз переходила дорогу Когда он выезжал из гаража И Гена даже не попытался Меня задавить Нифига себе Да у него целое состояние Лена Поможешь мне искать? У Гены завелись деньги Ну и что? Как что? О! Света Это же мои деньги А он мне их не отдает? Как? Он не делится с женой? А кто говорит о том, чтобы делиться? Я хочу все Ну не потому, что я жадная Ты же понимаешь О, 5 рублей Тоже кое-что Понимаешь, нам так удобно Когда у Гены появляются деньги Он уходит из дома А сколько для этого нужно? Мы с соседями можем скинуться Да Это только звучит заманчиво Понимаешь, проблема в том, что он не просто уходит из дома Он уходит развлекаться Знаешь, Лен Мне мама говорила всегда две вещи Первое Никогда не корми мужа Когда сама муж поесть дважды И второе Если твоя жизнь похожа на ад То твой муж обязан гореть рядом с тобой Да, любовь порой принимает причудливые формы А вот мы с Женей с самого начала договорились делиться всем И ничего друг от друга не скрывать Я бы на твоем месте не расслаблялась, Лена Неизвестно, что напел Гена Жене Во время их последней вылазки в зал игровых автоматов Что? Женя играл в автоматы? Да Тут мне показалось немного странным, что они вместе с Геной пошли в библиотеку Лена, какая библиотека в два часа ночи? У Жени тоже появились деньжата Да нет Я никогда в это не поверю Он бы никогда этого от меня не скрыл Я настолько в этом уверена, что я перерою всю квартиру вверх дном Вот увидишь, я не найду даже десяти рублей Но если вдруг найду, я привяжу его честь и достоинство к бамперу И поеду по бездорожью Ну что, сынок, нашел что-нибудь? Нет Что-то я немного устал Пойду наверх, сделаю уроки Ну привет, обувщик Я заходила на прошлой неделе И до сих пор не могу забыть вас А вы? Вы вспоминали обо мне? Каждую ночь То есть я хотел сказать Чем могу помочь? Ну я даже не знаю, как сказать Я хочу вас Здорово Ну я женат Отлично Значит, вас уже объездили Ген Гена Че тебе надо? Не видишь, я занят Слушай, Ген, мне надо с тобой поговорить Меня совесть замучила Я не могу больше прятать деньги от Лены Ну потрать уже свои деньги Чтобы я мог спокойно поделиться своими с Леной Но я так больше не могу Она смотрит на меня таким доверчивым взглядом Уверен? Многие мужики путают доверчивый взгляд А с гадом, типа, продолжай приносить зарплату Или пошел вон из дома Да не очень похоже Гена, я не понимаю, в чем проблема? Ну просто купи себе что-нибудь Все не так просто, Женя Ну скажи мне Когда ты был ребенком Разве ты не находил деньги на улице, а? И разве тебе было не в кайф придумывать Как ты их потратишь? Не Я свои деньги отдавал Анечке Петровой Чтобы она разрешила заглянуть ей подъюбку Я же сказал в детстве, Жень Гена Ладно Ну слушай, Жень Ну дай мне еще пару дней Ну ради нашей дружбы, а? Дружище Ну хорошо, только ради нашей дружбы Что по нынешним ценам стоит тысячу Ну ты слезняк, Женя Да, слезняк Но с двумя тысячами Кстати, тебя подвезти? Не, я на машине Ах, да, я видел ее на стоянке Но я думаю, трудно будет везти машину С разбитым лавовым стеклом Не волнуйся Это не бессмысленный вандализм У тебя магнитолу украли Отлично! Я тоже так подумал Но только друзьям такое не говорят Нет, Женя Теперь я знаю, что купить Новую стереосистему Видишь, теперь я могу купить что-нибудь Для своей самой любимой девочки Для своей машины Потому что только там я чувствую себя счастливым Ни жены, ни детей, ни дурацких соседей Но Даша тоже водит машину Нет С тех пор, как я засунул носки в вентиляцию Она уже не водит Поэтому она никогда не узнает Господи, я смогу потратить деньги только на себя Блин Да я завтра ее установлю А пойдем прямо сейчас купим, а? Серию систему Да подожди еще, до закрытия полчаса Да ладно, здесь глухо, как на кладбище Сейчас я только свет в подсобке отключу Девушка, извините, магазин закрыт Странно Обычно магазины закрывают только после того, как я разденусь в примерочной Ну, кто-нибудь заходил? Нет Я же тебе говорю Так поздно здесь никого не бывает Аганка Все ночи полные огня А теперь новости Вчера министр сельского хозяйства Аганка Зачем сгубила ты меня? Ген А сейчас Николай Дроздов пел таганку Ну, когда тебя тарантул укусит, ты еще и не такое споешь Это чего, Даша? Я вот думала, я спущусь Мы с тобой пообнимаемся Даша, ну почему мы не можем сделать хоть раз то, что нравится мне? Ген, я не хочу ковырять в ухе и улыбаться, как дура Я хочу обниматься Нет Ты куда? К шкафу, я замерзла, возьму что-нибудь тепленькое Не, не, не делай этого Почему? Потому что у тебя есть я Подожди минутку Давай поднимемся наверх Пообнимаемся Прямо когда свадьбы? Да, Даша Давай уж покончим с этим поскорей Действительно, когда свадьбы? Да, кстати, Ген, я хотела тебе сказать Моя маникюша, она сломала ногу Теперь будет работать на дому И? Ну, она живет на другом конце города Я буду брать машину Ну, ты же сама говорила, что там воняет Действительно, как будто носки засунули в вентилятор Ну, сейчас лето Я открою окна, все нормально Ген Что происходит? Не прошло и дня, ты уже продаешь свою стереосистему Не хочу Придется Даша будет ездить к маникюршу домой На моей машине Так что стереосистему придется прятать Ты знаешь, на что мне приходится идти Чтобы спрятать свою стереосистему? На мерзкие, неописуемые действия Которых я не пожелал бы ни одному мужчине Ай-яй-яй-яй-яй Меня обнимать? Да Вот на это Ну, ты принес деньги или как? Конечно, принес Вот они Ровно 30 Почему 30? Я думаю, это более чем К тому же стереосистема-то бэушная Отдайся мне, моя звезда А условия рынка на руку покупателю Ну ты и слезняк, Женя Слезняк с новой стереосистемой Тремя тысячами, о которых Лена и не знает Ну, а ты что будешь делать со своими деньгами? Я всегда знал, что мне придется сделать это Гена Что это был за странный звук? А? Что это было? Информация для всей семьи У меня есть деньги Я куплю себе новый скейтборд и кожаную куртку А я новый мобильник И патри-плеер И розовые эти как Ну, панты Панты, сундра А я Я буду тратить, пока тошно не станет Подождите, подождите Может, для папы тоже что-нибудь купим? Блин, хотелось бы Но боюсь, денег на него не хватит Ген Ну что тут сказать Ты, мой друг, просто лох А я просто бог Женя, иди сюда и объясни Откуда здесь три тысячи Которые я у тебя нашла Давай я все улажу Лена Давай я все объясню Женя ничего от тебя не прятал Он помог мне по-дружески И спрятал Мои Три тысячи Ты же не думаешь, что он что-то мог от тебя скрыть Правда, Жень? Правда Маруся, раз, два, три Калина, черня Моя девчина Саду я горбала Даша Этой ночью ты была Просто великолепна Ты сделала все то О чем только может мечтать Каждый женатый мужчина Когда я вернулся с работы Ты уже спала И встала до того, как я проснулся Как я могу тебя отблагодарить? Перестань есть горох на ночь Ух ты А это что? Неужели у меня будет завтрак? Да шуля Давай скорей Ничего себе И специи есть А дети знают? Нет Отлично Отлично Давай Послушай, дорогой Что, солнце? Прежде чем я тебя накормлю Я хочу тебе сообщить Отличную новость Дом-2 наконец снесли Это так смешно Ты просто юморист Даша Кто к нам приезжает? Ну Всего лишь моя мама Нет Ну еще Егор и Еремей Нет Нет И еще тройняшки банных Нет 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 Гена Они моей тетки С ними не будет никаких проблем Даша Одному богу известно Сколько им лет Они все еще спят В одной кровати Охранить Тройняшки спят В одной кровати Твоя мать Одна на трех Котик Ну они приезжают Всего лишь на Кто его знает Поскольку они приезжают Даша У меня впервые за год Три выходных дня подряд Конечно Я бы не смог Оттянуться по полной Потому что Ты и дети Остаетесь дома Но банда Банных Издерябина Даша Я прошу тебя Только не это Сегодня по телевизору Будут показывать Фильм чудовища С Бельмондо Его так редко показывают Я приготовил чистую кассету Я хочу посмотреть И записать Этот фильм Но никто не будет Тебе мешать Смотреть фильм Чудовище Да А помнишь Они гостили у нас В прошлом году Тогда как раз Показывали профессионала Так вот Перед началом фильма Дядя Егор Поспорил с дядей Еремой Что тот не сумеет Головой пробить телевизор Даша В прошлом году Я не посмотрел Профессионала Вот это Смотрел его в больнице Шеф Он уходит Остановите его Дыш-дыш Это все Что я видел Я даже Не посмотрел Титры Потому что Твоя мать Проходила Мимо телевизора А когда она Пропыхтела Наступило утро Гена Ну можно Моя семья Приедет ко мне Тем более Что они уже Выехали Ну раз уж Все так плохо Ладно Давай завтрак Какой завтрак Я ничего не готовила Слышу тяжелые Звуки судьбы Одно из двух Либо На город упал Метеорит Либо твои родственники Здесь Они привезли С собой Фургон Для лошадей В нем Твоя мать Гена Она может Путешествовать Только так Егорка Да шунчик Ма Ма Твоя хата По-прежнему Похожа на хлеб Даха-мордаха Еремень Твоя хата Потрясающе выглядит Ой, ой Катя Ма Ева Ма Фросин Ма Девочки Привет Твойняшки Баны Всегда с вами Даша Ты так хорошо Выглядишь А где мама? Мы оставили ее Пока на солнышке Но пусть чуть потеет Иначе мы можем Сломать фургон Когда будем Доставать ее Оттуда Потому что Кое-кто Забыл Взять смазку Просто кто-то Забыл Включить ее В список Как у меня дела? Отлично Спасибо, что Спросили А теперь слушайте Пока не начался Фестиваль Придурков Предупреждаю Сегодня по телевизору Фильм чудовища Поэтому Никаких драк Никаких Кто дальше плюнет И никто не будет Бегать по квартире С трусами на голове Блин Надо было ехать В гостиницу Ух ты Кто приехал? Дядя Еремень И Егор Дядя Еремень Марка Отпадный прики А ты Слушай, моя дорогая Просто сказка А хоть сейчас На продажу Предупреждаю Товар бракованный Да, Ромочка Все не меняется Те же мозги Те же прыщи Те же трусы Раз уж мы все вместе Может споем А нашу любимую Черт, да Не надо Стойте, стойте, стойте Никаких песен Я забыл об этом сказать Да, спрягайте Хлопцы, кони Да, ягайте Почевать А я выйду Сад зеленый Сад калину собирать Все вместе Маруся, раз, два, три Калина, черня Веря, девчина Сады, ягоды взорвала Мальчики Маруся, раз, два, три Девочки Калина, черня Веря, девчина Сады, ягоды взорвала Прямо как в старые добрые времена До тех пор, пока музыку не изобрели Дядя Еремей А ты опять разобьешь головой телевизор? Если будешь хорошо себя вести Ну теперь-то я могу отдохнуть? Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал Когда пела я песню его? Виновата ли я, что мой голос дрожал Когда пела я песню его? Хватит! Стоп! Я, в отличие от вас, не банных И вы меня убиваете Даша! Но он хотел кушать Гена, может отведешь нас в кафе? За мой счет? Ладно Дети, вы же не собирались всерьез заниматься с репетитором? Неа, мы лучше поедим, да? Ну, если обедать, то сейчас А то, когда мы начнем выгружать нашу мамашу Ее обратно фиг засунешь Она же легается, как кобыла Дядя Еремей, а ты покажешь салют из винегрета? Если будешь хорошо себя вести Знаешь, Геннадий, ты не достоин нашей семьи Конечно, я же не ношу кружевные трусы Четыреста девяносто девять Пятьсот! У него это получилось! Отличный пример для детей, Ерема Ты всегда мне завидовал Да Я всегда тайно мечтал быть жирным, жвачным животным Мальчики, а ну, вечер так хорошо начинался Ну-ка, давайте миритесь Бегемот беременный Кальмар сушеный Ну, вот так гораздо лучше Мам, а мы пойдем в парк смотреть, как Под дядей Еремой ломаются карусели Не сегодня, зайчик Сегодня, после того, как папа расплатился за обед часами Он что-то не в духе Он что, на нас обиделся? Да нет, мы тут ни при чем Папа всегда берет с собой в туалет веревку и мыло А что, папа в туалете? Ну, там моется мама Ну, может, он ее и не заметит Даша! Даша, я слеп! Очень смешно, Гена Да нет, правда. Просто я увидел твою мать голую, и всё потемнело. Я думаю, что мои глаза спасли меня от разрыва сердца. Даша, я теперь не смогу посмотреть чудовище. Ой, ну не будь ребёнком. Это истерическая слепота. У маминого врача было то же самое. Это скоро пройдёт. Кажется, зрение возвращается. Я вижу силуэты. Я вижу солому. О, Светик. Гена, нам нужно с тобой поговорить. Зачем? Я нищий и слепой. О чём говорить? Гена, ты обидел мою семью? Её сама природа обидела. К ней все претензии. Гена, ну пожалуйста, может быть ты сделаешь мне одолжение и скажешь им что-нибудь? Валите домой. Для начала неплохо. А теперь ты можешь проявить заботу. Валите домой и счастливого пути. Дорогой, ну спроси, как вы поживаете? Ну ради меня. Даша, это всё, что нужно сделать? Всё. Ладно. Егор, Ерёма, как поживаете? Мы очень несчастны. Позови тройняшек. Сейчас. Я сказал, лечим на Светкину кровать. Эта кровать я не такие толпы видала. Тогда с тобой будет спать дядя Еремей и дядя Егор. Только не подеритесь. Геннадий, я хочу тебе рассказать маленькую семейную тайну. Ты четвёртая тройняшка? Нет. Просто все думают, что наша семья живёт только за счёт продажи самогона. И моего домашнего творога. Кому нужен твой творог со вкусом тушёнки? Подожди, его ещё скоро все распробуют. Я тебя умоляю. В любом случае, основной доход нам приносят тройняшки. Они... Горь! Здесь дети. Света, иди наверх. Нет. Они поют. На свадьбах, проводах, поминках. Представляешь, в прошлый месяц у них вообще был аврал. Они заработали чистыми 812 рублей 50 копеек. Не сообщай в налоговую. Ну, понимаешь, произошло событие, которое ставит под угрозу всю их карьеру. Зрители увидели их лица. Ева, скажи, что ты собираешься делать? Она выходит за арбуз. Надеюсь, за кого-то не из вашей семьи. Ну, у нас, Дерябина, все друг другу приходятся родственниками. А этот, ну, мальчик, Сева, ну, который еще у вас в сельмаге работает. Ну, я думаю, он тоже наш родственник. Меня может кто-нибудь выслушать? Даша. Понимаешь, если Ева выйдет замуж, ну, муж ее, разумеется, выгонит. Но он может это сделать и через две недели. За две недели коллектив распадется. Они пропустят 17 выступлений. А это 912 рублей с мелочью. Интерес к ним пропадет. Боже мой. Их забудет зритель. Ведь такое бывает. Вот где сейчас группа-комбинация? Гена, ты должен это предотвратить. Поздновато, Даша. Комбинация распалась лет 15 назад. Генныч, ты же профессионал. Ты же обуви торгуешь. Ты единственный, кто может решить нашу проблему. Да какую проблему, а? Скажи Еве, что ей делать? Мне не нужны проблемы других людей. И банных в особенности. Каждый раз, как только я влезаю в ваши семейные дела, я пропускаю хорошие фильмы, в конце концов, меня еще идиотом называют. Котик, но только не в этот раз. Сейчас им нужна твоя помощь. Ты только посмотри на их лица. Хорошо, я помогу, но смотреть на них не буду. Ева, это правда, что ты зашла, приду, ну, человека, который возьмет тебя в жены? Да. Ну что ж, мои поздравления. Ему передай мои соболезнования, выходи за него. Гена, ну ты идиот. Тебе обязательно нужно было что-то ляпнуть, да, Ген? Ты не мог сказать просто? Не знаю. Как ты обычно мне отвечаешь, когда я тебя спрашиваю? Когда ты выйдешь из туалета? И зачем мы к тебе обратились? Тараняшки сейчас наверняка ревут наверху, во все своих шесть глаз. На моей кровати? Отлично! Большое тебе, папочка, человеческое спасибо. Все, с меня хватит. Я ухожу. Ты не можешь уйти во время семейного кризиса. Это не семья, это корабль уродов. Куда ты собрался? Обожаю моменты, когда мы наедине. Свечи, шампанское. И всего лишь один нежный поцелуй отделяет нас от сногсшибательного зубодробильного секса. Не обращай внимания, кто бы это ни был, он все равно уйдет. Ребята, я знаю, что вы здесь. Открывайте! Это просто проверка силы воли. Я не открою дверь этому человеку. Ребята, открывайте! Блин, ну и денек. Лен, принеси пивка. Ген, вообще-то мы собирались устроить небольшой романтический вечер. Валяйте, за меня не беспокойтесь. Лен, а воблы нет? Ген, я уже собирался везти ее в спальню, но ты помешал. Так скажи мне спасибо. А чипсы где? Тебя, наверное, удивляет, почему у меня квартира трясется. Дашины родственники приехали. Целых шесть штук. Ну, то есть, считая маму, двенадцать. Гена, чипсов нет. Мышьяк будешь? Нет, спасибо. Я просто хотел спокойно провести выходные. Вам никогда не хотелось побыть одним? Значит, вы меня понимаете. Все, что я хотел, спокойно сесть и посмотреть фильм чудовище. Вы хоть раз пытались что-нибудь посмотреть, когда толпа родственников сводит вас с ума? Нет, Ген. Вот тут мне повезло. У Лены просто ангельская семья. Конечно, твоя мать постоянно разбрасывает использованные салфетки по всему дому. Из-за этого ее слезящегося глаза. Но это не ее вина. Ее вина в том, что она слишком скупа, чтобы заплатить врачу и вылечиться. Нет, вместо этого она приходит к нам и постоянно ноет об этом. Как раз, когда мы собираемся поесть. Как будто недостаточно одного вида этого ее слезящегося глаза. Дорогой, может, хватит? А знаешь еще что? Она ест одни только яйца. Мы можем накрыть шикарный праздничный стол. И знаешь, что она делает? Она смотрит на него своим вот этим вот слезящимся глазом и говорит, а что, яиц нет? Все ее ненавидят. Милый. О, черт, у меня просто мурашки от нее по коже. Гена, а ты знаешь, чем отличается футбольный мяч от Жениной мамы? Чем? У футбольного мяча нет бороды. Всего лишь один волосок. Один волосок, это еще не борода. Это борода, если он длиной 15 сантиметров и вьется. По крайней мере, ее глаз не течет, как унитаз. Не отвлекайтесь, я открою. Я уж не говорю о твоем дяде Мише. А что, мужчина не может быть педикюршей, при этом уважаемым человеком? Гена, ты должен что-то сделать. Тройняшки сбежали. Что, все три? Нет, только Ева. Фрусси и Катя за компанией. Ты должен ее найти. Даша, я пытаюсь спокойно провести выходные в компании друзей. Хорошо. По крайней мере, у меня есть отец. Ага, который на своем оборонном заводе продавал военные секреты китайцам. Это еще не доказано. Ну, пожалуйста. Даш, ну фильм сейчас начнется. А мы запишем тебе его на кассету. Давай быстрее. Уже поздно, а тройняшки совсем не знают города. Они заблудятся. Ладно. Можете продолжать свой романтический вечер. Я такой несчастный. Не переживай. Гена их найдет. Я ему сказала. Гена, когда ты будешь искать тройняшек, думай, как они. Может, как-нибудь отличился? Ерема, расскажи нам, как ты поставил последний рекорд по метанию домашней птицы. Где? В помещении или на воздухе? О, знаете, а у Светы тоже есть кое-какие личные рекорды. И в помещении, и на воздухе, и на заднем сидении машины. Да? А зато Ромочка до сих пор ходит в кружок умелые руки. О, я тоже ходил в такой кружок. И даже выпилил там табуретку. Угу. И стула лобзиком. Извини, мы испортили те выходные. Ой, да ладно, не все так плохо. Гены нет дома, мама наконец-то перестала потеть с дороги, а папа... Кстати, а где папа? Ой. Ты не включил его в список? Твоей задницы тоже не было в списке, однако ты ее притащил. Давайте, заходите. Ой, Геночка, как ты их нашел? Чисто случайно. Хотел броситься под поезд. Смотрю, на рельсах три тетки лежат. Я уже пропустил фильм. Потому что чудовище это единственная причина, по которой я вернулся домой. Фу, записалась. Тихо всем. Я смотрю чудовище. А как же Евина проблема? Ее жизнь куфуло по сравнению с этим фильмом. Теперь мне нужна тишина. Ни писка, ни шороха, ни пука. Пришло время чудовища. Киностудия «Гамон» представляет. Жан-Поль Бельмондо в фильме... Ой, а ты уверен, что Генка нас не убьет? Да плевать на Гену. Это кассета для Даши. Пока он поймет, что к чему, мы уже сто раз уедем. Только, пожалуйста, и забудь вытащить кассету из магнафона, пока этот придурок ее не нашел. Ты что, думаешь, я такой тупой, что кассету в венике оставлю? Ну ладно, ладно. Три, четыре. Дашенька, милая, ты самая красивая. Ты все-таки не вытащил кассету. Гена, а ты мне никогда не делал таких приятных сюрпризов. Ну ладно, что было, то было. Давайте жить дальше. Девочки, вы определились по поводу этой свадьбы? Я в шоке. Это ты во всем виноват. Ты пригласил ее, ухажера, к нам в дом. Но мы же хотели его ограбить. Да. И что из этого получилось? Ты даже кошелька не нашел. Или нашел. Хватит всем стоять. Теперь я командую. Сейчас я разом решу эту проблему. Дети Даша наверх. А вы и вы на диван. И всем улыбаться. Девочки. Сейчас вылетит птичка. Гена, милый. Что-то ты вспотел. Так ты мне так и не ответил. Можно моя родня приедет ко мне? Хотя уже не важно, что ты ответишь. Разве может случиться что-то плохое? Аааа! Ааа!